Что вы думаете о роли влияния научной фантастики на развитие цивилизации? Меняется ли степень этого влияния сейчас? Общество разделено на такие слои, и на некоторые слои научная фантастика влияет. В основном, конечно, наоборот, все эти слои влияют на развитие научной фантастики. У меня есть какой-то век научной фантастики разные века. Каменный век был научной фантастики, железный век научной фантастики, компьютерный век научной фантастики, электронный. И вот на развитие этой научной фантастики очень сильно влияет, конечно, то, что происходит сейчас в обществе. Но на некоторые слои невероятно влияет, мне кажется, происходящее в фильмах фантастических, может быть, на дизайнеров или на каких-нибудь детей. Как вы думаете, почему в мире воображаемого будущего в научной фантастике так мало внимания уделяется изобразительному искусству? Я сейчас припоминаю один только сюжет фантастический, где описаны картины и скульптуры художника будущего. По-моему, это было «Незнайка в каменном городе». Но там, конечно, непонятно. Скорее всего, это происходит даже не в будущем, а в каком-то реальном мире. Но, конечно, произведения этого художника подвергнуты жестокой критике автора за бессистемность, беспредметность и абстрактность этих, и холодность, бесчеловечность свою. С другой стороны, это, конечно, возможно, и не совсем будущее. Еще мне кажется, что в описаниях каких-то планет и иных миров встречаются такие явления, которые, конечно, можно отнести скорее к каким-то элементам, присущим и современному искусству, то есть каким-то медиа-объектам или каким-то существам, которые совершенно явно не являются просто обычно функционирующими действующими лицами. Улема я вспоминаю, когда мозг описывается работающей, или как бы работа планеты мозга, когда там возникают гигантские отдельно шевелящиеся младенцы и так далее. Это, конечно, когда ты вспоминаешь это все, это напоминает именно некое описание произведения художественного, а совсем не что-то еще. Поэтому, в принципе, это присутствует. Но с другой стороны, мне кажется, что сам мир описываемый настолько невероятен и имеет как бы другую структуру, что, в общем-то, к чему там еще и современному искусству. Я думаю, что это было бы чрезвычайно уместно. По крайней мере, можно было бы спокойно списать что-то из уже созданного в будущем. Это было бы здорово. Можно просто прочесть книжку и сделать работу из будущего. Хотя, конечно, ее и так уже все, получается, узнают те, кто прочтут. Но, не, мне кажется, конечно, я очагу пока. Совершенно никакого импульса. Нет. Как вы разделяете нервоображаемого и реально прогнозируемого будущего? Реально прогнозируемое будущее – это, мне кажется, что-то связанное с экономикой и всякими новыми гаджетами, которые поступают в продажу. Я однажды была на занятиях для экономистов, которые, точнее, они были так и устроены по такому принципу. Они пытались прогнозировать будущее, чтобы спланировать деятельность своей компании в будущем году, а также разработать какие-то новые продукты, которые будут хорошо продаваться. Это как-то очень все честно связано с прогнозируемым будущим, ближайшим. Это какое-то даже не будущее, а такое настоящее, разобранное подробнейшим образом и, в общем, функциональное какое-то будущее. А воображаемое – это, конечно, мир грез, мир таких художников, которые умеют работать не с прошлым, а с будущим. Вот я не умею. Мне только интересует прошлое, а я знаю, что есть такой тип настоящих создателей и прожекторов, которые умеют воображать какие-то совершенно иные возможности, реальности. Вот это, мне кажется, воображаемое. Повлияло ли на вашу творческую деятельность какое-нибудь научно-фантастическое произведение? Ну, я вспоминаю сразу мою работу, которая называлась «Назад в будущее», где у меня был такой бутафорский театральный космический коридор, по которому вы приходите в некий тупик и можете наблюдать мозаики с космонавтами и всяческие картины прекрасного будущего. Но это, конечно, было посвящено будущему, посвящено взгляду в будущее из прошлого. То есть, на самом деле, эта работа все равно была, конечно, связана именно с прошлым, с мечтами о будущем, которые обуревали человечество в 60-е и 70-е. Такая футурология антикварная. Поэтому в этом смысле, конечно, повлияло. А именно в том, что в какие-то десятилетия людей особенно захватывают мечты о том, что же произойдет дальше. Либо это какое-то светлое будущее, либо катастрофа невиданная, которая обрушится и прекратит все наши страдания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова